Такое решение позволяет сэкономить достаточно большую сумму денег. Максимальная шумоизоляция достигается, если вы строите перегородки. Если приступить сразу к электромонтажным работам, допустим, штробить стены, есть риск. Вы знаете, что на всех наших объектах мы штукатурим при помощи. Поэтому эти вещи следует сделать на этапе инженерного ремонта. После монтажа всех инженерных систем мы приступили к устройству. Так как она сейчас стоит не просто дорого, а просто космос, можно применить. Всем привет! Сегодня я вам покажу инженерный ремонт в жилом комплексе Лефортово парк. Это двухкомнатная квартира площадью 57 квадратных метров. Работу мы выполняли по техническому проекту от компании Домомастер. И сейчас я вам подробно расскажу про каждый этап работы. Работу мы начали с возведения перегородок. Для этого мы используем газобетонный блок толщиной 10 сантиметров. Под нашими роликами не утихают споры по поводу того, что лучше для перегородок. Кто-то говорит шлакоблок, кто-то говорит газобетон толщиной 300 миллиметров, кто-то говорит гипсокартон, кто-то говорит кирпич. Вот оптимальное решение это газоблок шириной 10 миллиметров, то есть 100 миллиметров. Максимальная шумоизоляция достигается, если вы строите перегородки из гипсокартона. Не забываем армировать вкладку при помощи базальтовой сетки. Перемычки мы делаем из уголков толщиной полки 4 миллиметра, размер уголка 40 на 40 миллиметров. Обязательно перед этим следует покрасить, чтобы ваш уголок не заржавел, и потом ржавчина не проступила через обои либо покраску. После возведения перегородок приступили к механизированной штукатурке. Вы знаете, что на всех наших объектах мы штукатурим при помощи механизации. Есть два момента, почему это стоит делать. Первое, это однородная смесь, то есть ее уже замешивает не человека, а машина. И второй момент, это быстро. После штукатурки у нас идут электромонтажные работы. Сделали механизацию, дали отдохнуть штукатурке неделю. Это сделано для того, чтобы штукатурка высохла, набрала прочность. Если приступить сразу к электромонтажным работам, допустим, штробить стены, есть риск, что штукатурка может отвалиться. Поэтому, когда вы сделали штукатурные работы, недельку дайте штукатурке отдохнуть, и после чего уже можете приступать к электрике. Электрику мы сделали всю по потолку, в серый ПВХ-гофре. Здесь у нас собран силовой щит и слаботочный. Так как эта стена у нас монолитная, сделали специальный короб из гипсокартона, в котором разместили два щитка. Небольшой щит на 60 модулей. Автоматы у нас используются производителя АББ. Это у нас квартира площадью 57 квадратных метров. Гофру крепим при помощи клипс. Желательно использовать и клипсы, и гофру от одного производителя. Мы всегда используем производители ДКС. Если у вас гофра никогда не вылетит, если у вас, допустим, натяжной потолок, как здесь, то у вас гофра никогда не ляжет на потолок, и не придется его снимать, и потом обратно поправлять гофру. В данном случае она провисит все 50 лет, и ничего с ней не случится. Параллельно монтажу электрики делали сантехнические работы. Вот такой водомерный узел мы собрали в квартире. Здесь у нас водные краны, редуктора давления, фильтра тонкой очистки, магистральные фильтра. И для того, чтобы сэкономить место, мы водомерный узел и узел отопления собрали все в одном месте. Вот у нас гребенка на холодную воду, гребенка на горячую. Здесь у нас коллектор отопления, подача и обратка. Также смонтирована система инсталляции. И вот видите, профиль ТС, при помощи которого легко монтировать инсталляцию. Инсталляция и профиль от одного производителя. Все стояки канализации желательно заворачивать в шумоизоляцию, потому что днем вы никаких звуков не увидите, когда наступит ночь, будет тишина, и звук льющейся воды будет вас раздражать. Поэтому эти вещи следует сделать на этапе инженерного ремонта. Обязательно меняем систему отопления от застройщика. В первую очередь это сделано для того, чтобы смонтировать мультифлексы и сделать подводку для отопительных приборов из стены. В классическом варианте хромированные трубки идут из пола, и вам нужно будет подрезать часовое покрытие. А здесь, посмотрите, подводка идет из стены, будет часовое покрытие, ничего не нужно будет вырезать. Во-первых, это красиво, и во-вторых, максимально практично. После монтажа всех инженерных систем мы приступили к устройству мокрой стяжки. Используем мы пескобетон марки М300. Это на данный момент один из лучших пескобетонов. Не забываем про высоту часовых покрытий на этапе устройства стяжки, чтобы потом не подбивать нормальным полом нужную высоту. То есть, если у вас существовое покрытие отличается, предположим, здесь у вас термогранит толщиной 15 мм, здесь ламинат 8 мм, соответственно, этот участок пула нужно сделать ниже, чем этот. Когда вы делаете демпферный шов, вы можете создавать разные высоты в разных помещениях. После устройства стяжки вы каждый день проливаете ее водой, при этом держа ее полностью под пленкой. Это сделано потому, что цементно-содержащие растворы, когда набирают прочность, они выделяют огромное количество тепла и вода испаряется. Если воды будет мало, то есть риск появления нежелательных трещин на ваши стяжки. Поэтому в течение 7 дней проливаете ее водой и держите под пленкой, чтобы избежать быстрого испарения воды. После устройства стяжки мы приступили к мультажу шумоизоляции. Так как она сейчас стоит не просто дорого, а просто космос, можно применить вот такое решение. Слева и справа у нас жилые комнаты. Сами нахожусь в коридоре. Это у нас обычный бетонный потолок. А здесь у нас смонтирована шумоизоляция ZIPS. Такое решение позволяет сэкономить достаточно большую сумму денег, и при этом ваши шумоизоляционные характеристики снизятся незначительно. При монтаже шумоизоляции есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание. К примеру, по периметру мы пускаем ленту VibroStack в два слоя, после чего ее подрезаем и используем специальный акустический герметик по периметру, и промазываем весь угол во всем помещении. Вот такой инженерный ремонт у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok